так друзья всем привет всем привет на данный момент я уже закрутил весь проб лист два листа не хватило или же я просчитался, но хотя маловероятно потому что наружу я посчитал, осталось пол листа только лишнего а внутри, наверное, два листа не привезли двух листиков не хватает но все равно надо закуплять на фронтоны и также закупать надо будет на наружу на фронтоны и внутри вот это получается тут фронтон маленький, вот на перемычке и там так само тоже туда надо закуплять и все что было я покрутил и как бы у меня куча планов сейчас объясню что именно также, друзья, буду разыгрывать надумал я разыграть нож Трамантино если у меня ножик Трамантино я его буду разыгрывать но разыгрывать буду не на этом канале, а у Богдана на канале поэтому в комментарии вверху закреплю Богдана канал, называется Сын Блогера туда подписывайтесь, там будем делать розыгрыш розыгрыш ножа Трамантино поэтому кому интересно так же я там когда буду делать бункерные кормушки сюда варить и буду разыгрывать одну кормушку бункерную или станок для опороса я тоже сам буду делать себе в этот новый сарай и тоже буду станок разыгрывать поэтому кому это все интересно переходим на второй наш канал лайв канал Сын Блогера называется подписывайтесь и будете в курсе и ничего не пропустите так, что я надумал по сараю тут-то понятно, что у меня будет комната два на три типа как бы, ну, бытовочка тут-то будет бойня а тут-то кофе попить зайти с их чайницей, пяти там манипуляции с поросятами кастрировать, купировка хвосту в этой комнате здесь будет просто перегородка просто перегородка, ну, метровая и будет типа как такое, хозяйственное типа, как помещение но оно без дверей будет просто открыто как клетка, но без передней решетки думаю, сюда поставлю котел у меня котел есть и сделаю отопление но это в будущем вот здесь я поставлю котел и тут-то есть где дрова сложить нужно, чтобы котел, допустим, зимой подтапливать то есть это однозначно так и сделаем потом я думаю, понизу понизу а тут, как у меня в том сарае прошлое видео кто видел, кто не видел, заходите там у меня плитка в сарае понизу метр идет и я... вот как здесь у меня свиней тут не было полил водой смыл все, забыл ну, здесь, правда, уже замазали ну, а тут, где кукла вот такая плитка была просто, что она перед опоросом у нее вот-вот опорос и когда тут никого нету шлангой смыл и все красота и порядок вот так мне хочется, чтобы было на... ну, в том сарае в том сарае на... на стенах водой облил размочил шлангой смыл все блестит сияет чисто хорошо и красиво а здесь я думал, как сделать вот, допустим, клетки каждые два метра каждая клетка два на три вот получается вот такая вот будет клетка здесь я думал если тут для свиноматок вот, допустим, станок или без станка просто свиноматка тут отделение сантиметров в 60-70 отделю большая свинья контактировать с профлистом не будет а поросетов будут бегать но мне бы здесь тоже хотелось бы сделать плитку я думаю может мне все-таки метр прогнать газоблока 10 сантиметров толщиной метр сделать и на газоблок положить полностью по всему периметру метр плитки как бы вот это меня самое большее так бы хотелось да, но затратно по... ну, попадаешь на газоблок на плитку но зато я вон как в том сарае я не нарадуюсь грязные я шлангой размочу даже без кёркера просто со шланги с насоса с колодца вымыл и все ну, красота а так у меня будет кёркер я куплю для этого сарая и тоже, я думаю чтобы плитка была плитку где свиней нету свободная помыл и все перегнал или даже когда летом можно и свиньи там вымыл и тут на сарай у меня два взгляда первый взгляд сижу ну, в своей типа в будущей комнате и думаю да, что тут осталось крышу накрыть бетон залить клетки поварить и все и запускать свиней, грубо говоря ну, и навес сделаю бойню второй взгляд ё-моё да тут еще работы крышу крыть потолок утеплять потолок тоже крутить эти все клетки сколько надо поварить сколько этого газоблока еще надо положить если я решил все-таки метр вложить ну, заливка ладно там с миксера зальем там буквально два-три часа я там попрошу своих знакомых с которыми мы работали на стройках которые соображают заливки мы-то огуртом зальем быстро ну, а мне самое главное я так понимаю до морозов зайти уже в коробку а там уже даже какие-то маленькие морозы можно там газоблок вложить вот комнату мою там всякие перегородки варить плитку вложить а если даже сильно холодно можно и котел вот растопить будет может и отопление сделать но отопление по-любому надо делать потому как ну, вот сильные морозы или там еще что-то поросята тут же в основном будут свиноматки маленькие поросята и думаю отопление ну, не помешает у меня он там в том новом сарае где плитка там когда сильные морозы у меня буржуечки я подтопил там буквально ну, ерунду дров спалил все там Ташкент сильно тепло поэтому я думаю и тут по-любому так сделают ну, а комнату хочу тут и так же бойлер повесить чтобы была горячая вода потому что допустим бойня у меня будет вот я вышел сразу в бойня и тут воды горячей набрать так же допустим кофе попить так же переодеться переобуться ну, типа как бытовочка комната бытовочка а здесь я уже думал вот сразу заходишь и дрова тут дров можно наложить котел поставить пустить грубо говоря подачу а обратно может сюда идти как-то по низу сделаем обратно ну, то есть что-то будем делать и поставлю вот эти радиаторы с вентиляторами и оно штук 4-6 и хватит на весь работ красота ну и вытяжки сделаю три короба квадратных вверх распределю где именно они будут и сделаю вверх окна не вырезал я получается сами окна тоже закрутил вместе с окнами и сейчас вот следующий этап меня пока прохлеста нету буду вырезать окна и крутить коричневые уголки у меня есть на углы на бромировку самих окон ну, короче такой мелочью сейчас пока буду заниматься и что еще хотел сказать такое здание ну, я вот смотрю оно хорошее и как гараж то есть оно получается сэндвич хороший теплый оно и как гараж и как допустим какую-то бытовку такого способом таким способом можно построить также какой-то там для птицы для да для чего угодно можно вот такое здание ну, просто подходит для всего я себе ну, может в будущем еще один гараж делаю такого типа очень хорошо выходит а также мне пишут за ангар ну, ангар или там амбар типа для хранения зерна пшеницы я планирую делать потому что это не делало так-то скатюсу на горбах ну, это уже наверное на следующий год я сделаю хранилище зерно-хранилище машина заехала высыпала и все и там же поставить допустим крупоружку меньше тягать но у меня место есть и тут и место есть можно вообще за участком сделать там доделать мне чуть-чуть надо землю которая рядом у меня находится и может я там сделать то есть это уже на следующий год на этот год хоть бы этот царед закончить и запустить сюда своих свинюшек закладную я оставил вот так вот у меня закладная это верхняя часть тут еще подсыпем сантиметров 15-20 песком потом зальем и у меня нижняя пойдет часть на бетон закрепится и верхняя к этому и все свяжется то есть мне тут закладная надо и сама закладушка будет являться именно вот это как диагональная связь сарай длина сарая вот диагональ вот так тут будет идти перемычка косина аж сюда этой основной тут тоже я буду заливать метровые отдельно потом еще тут я закладушку не буду тут я их сразу позаливаю побурю залью стойки и потом будем заливать и вот этой стойки вверх будет крепиться к той и диагональная связь будет идти ну уже когда арматуру к примеру я поварю будет идти одна перемычка сюда вниз к этой несущей стойке это тянет эту так противоположно и здание получится ну этим образом укреплю сильно здание диагональ а так диагональ я поднял первый и последний пролет так само тут первый и последний пролет диагональные связи есть вся коробка у меня связана а торцевые стены ну тут понятно тут комната будет тут эта стенка укрепиться так само здесь а там же вот стенки тоже закладные торчат где тоже будет идти основная которую я буду бурить тоже будет ее держать то есть оно все такое все мощнее мощнее и мощнее здание выходит то есть сарай вот этот который я строю я не жалею что я его строю также мне пишут вот ты показываешь сарай внутри почему не показываешь снаружи давайте покажем снаружи потому что новые добавляются им интересно какой же он снаружи вот такие окна у нас снаружи просто я просверлю сверпышком раз два три четыре с той стороны все проведу от этих дырочек которые по углам просверлю и вырежу аккуратно с той стороны или можно болгаркой сразу резать отсюда ну я наверное сделаю и так также здесь у нас идет где сама колонна у нас идет два утеплителя давай пока два утеплителя вот один утеплитель подложка под ламинат и второй а внутри идет 10 сантиметров пенопласта а тут оди опора еще я оставляю 20 миллиметров тут тоже пенопласт будет вот так 20 миллиметров стоять и тут деревянная коробка и на две половины двери будут а здесь будут у меня бойни бойня будет примерно раз два три ну метра четыре бойню надо вот отсюда будет бойня и бойня будет начинаться вот отсюда то есть длина навеса бойни будет 6 метров вторая у нас 8 на 16 длина бойни будет 6 метров 6 ширина 4 у меня на бойню брус я передумал кидать наверх и вот на бойню вся обжавка грубо говоря по дереву брус 100 на 100 у меня есть вот так я обвел сверху огуртканью чтобы работать когда сильно жира и все равно ну то есть солнце не так проходит и работать я вам скажу поле были сильно жаркие дни и я работал не сильно степлером прибил а потом ну буду крыть крышу поэтому смотришь вроде бы работы много а смотришь взглядом победителя что работы немного все не спеша сделаем хочется мне уже вот тут я постоянно сижу кофе пью воду пью ну оно как насиженное место и тут окно тут комнатка будет вообще бомбезна вот так друзья так что переходим на тот канал на второй я там буду разыгрывать первый нож травантина потом бункерную бункерную кормушку и станок для свиноматки для пороса тоже буду делать сам что-то надо еще придумать чтобы не такие просто рубаны какие-то какие-то повыгинать трубы но нормально чтобы сделать это все еще так сказать в проектах будем думать ну а так а так вот между брусьями звук просто тут профлист легче было мне крутить я там крутил саморезами а тут я крутил где 30 саморез где 40 я же вжимал пенопласт а брус чуть-чуть меньше пенопласта и поэтому пенопласт торчал его каждый раз нам удохался пока покрутил у меня уже не одну тысячу саморезов покрутил вот здесь мозоль натер шуруповерт постоянно держу и вот эту вот часть это большую мозоль постоянно крутишь 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 раздражаешься спасибо что смотрите комментируйте пишите комменты пишите свои предложения по поводу низов я думаю самое проще сделать газоблок 10 сантиметров и положить бы плитку это конечно но я уже за плитку знаю у нас в Харькове там где плиточный завод там рядом продают может есть подписчики у меня кто там с плиточного завода то напишите свяжемся не не кондиция плитка пойдет там любая пойдет по крыше многие многие переживать скоро накроем не переживайте как буду накрывать сделаю видео мне крыша как бы не к спеху была у меня был материал наружка внутрянка утепление все у меня было я сделал то что у меня было сейчас получается у меня ничего уже не осталось сейчас такой мелочи пододелаю ну грубо говоря в этом месяце накроем крышу я думаю в августе накроем крышу накрыть и быстрее мне надо ну и тоже крыша то крыша мне вот тут надо поднимать песком сантиметров тут в конце сантиметров 20-25 а там сходить на нет много песка надо песка-то у меня валом за двором но надо это все надо делать короче сделаем сарай ничего страшного вот гусята мои уже какие стали а вон вот тот гусенок что ему более покалечил его ему бандаж на лапу наложили более-менее нормально хотели зарубать да но все отлично вот допустим как здесь ну тут не нарадуется сейчас я включу крышку покрыл каштан все удачно я стресс им сделал все хорошо побыли вместе и он ее покрыл покрыл и все я его вернул на место на свое все он у себя на месте да рыжилечка и рыжка у нас уже покрыта вот и здесь холодно допустим я бургульку растопил все отлично ну все все